всем привет с вами александр и у меня вот такая вот вещичка в руках отгадайте что это не угадайте это электро веник сада 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 мадамада да 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 электро веник кт 508 тире дробь 2 сейчас мы его с вами посмотрим проверим и заценим упакован это вот все вот в такую небольшую коробку принципе давайте посмотрим характеристики так характеристики с камеры найдется так модель как я и сказал это 508-2 блок питания мощность 10 ватт аккумулятор время автономной работы 45 минут время заряда 10 часов многовато уровень шума 72 децибела емкость полисборника 0 1 литр размеры прочее прочее вес 1 и 3 килограмма так что у нас здесь здесь ничего так небольшая коробка на самом деле там здесь у нас что угольная форма тролевали 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 так окей давайте разберем посмотрим вскроем так открывается он у нас он здесь на штучка так как раз на этикетка если у вас возникли трудности на на все фигня так в комплекте идут какие-то палки так что из-за палка палка металлическая она это это ручка одна штука палка пластиковая такая вот одна штука еще одна пластиковая загнутой ручкой это видимо окончательно такая тоже не поймешь вроде пластик вроде металл легкий металл короче так инструкция гарантийный талон наталья так и собственно сам электро а зарядка но так не знаю это не видно зарядник такой обычно простой еще с древним входом я думал будет что-то микро уэсби или еще чего-то но обычный ход такой обычный ход так вот она вот она собственно сам электро электро электрошвеник так сейчас пакую долой бумагу долой пакетики так ну по весу реально легкий очень совсем такие легкий так кнопка включения модель с этой стороны щетка еще щетка еще щетка короче щетки больше ничего так а вот отверстие для зарядки отверстие для зарядки собственно вот и все дела всего делов так короче вот эта кнопочка открывает вот эту штуку это типа пылесборник пылесборник пылесборника на самом деле знаете что похож на робот-пылесос и же робота-пылесос который сами а это что-то такое типу ручной робот-пылесос ходишь и и короче не тёшь не знаю не тёшь пылесосишь принципе вообще для ламината как бы подходит если у кого-то маленькая квартирка то пылесоса нет смысла покупать ну вот такой посох посох гендальфа 48 уровня ну вот этого делать не будем так и берем я так думаю все просто и вставляем сюда вот такая вот штукинция собственно вот так вот он выглядит так ну вот зарядили наш чудо электровейник сейчас мы продемонстрируем как он будет пылесосить наш ламинат нажимаем ну вот так а то есть не побоигрывается А поламината идет хорошо. На агбраде с полимолиумом. Кошечий чеклазик. Ну так, хаба. Ну, в принципе, да. Засасывает как пылесос. Прикольно. Верхность сразу. То есть, как и не вам хочешь. Посмотрим на это вы. Отрубил. Ну вот, в принципе, прикольно пылесосить. В отличие от пылесоса не шумит. Шум такой, скажу я вам. Ну, меньше среднего шумоватости. В принципе, прикольная вещь. Дальше еще, соответственно, я его, конечно, попылесосим, потестим. Так, кстати, не попылесосим, а подлепаем. Это же веник. Будем мести, короче. Но, вместо этого у вас идет веник, совок. А ламинат, на самом деле, веником очень плохо подметать. Приходится какую-то, я у нас наносил швабру. Мы вначале этой швабры все сметаем в одну кучу. Потом берем веник. Все это сметаем на совок. А тут, в принципе, взяли. Все прошлись. Никакого совка, никакого веника. Все запылесосивать. И вывалим. Достаточно просто, удобно. Для ламината, для ренога. Мы не знаем, как ковер, конечно, будет присосить. Может, потом и ковер проприсосим. Прикольная вещь. Всем рекомендую. Спасибо всем, кто смотрел. Ставьте пальцы вверх. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok